Дорогие зрители Science Slime School обожают видео словечки 2018. Данил Попов у нас в гостях. Доброе утро, Данил. Доброе утро, Данил. Доброе утро. Science Slime School. Саша у нас русский до мозга костей просто. Почему? И немного итальяно. Итальяно. Грация. Science Slime School, Данил, это, я так понимаю, некоторый конкурс стендаперов научных, правильно? Ну, да. Пару слов расскажите, что вы там делали. В общем, каждому участнику даётся 10 минут на то, чтобы интересно рассказать зрителям про свой проект. И после этого победитель определяется, ну, в общем, кому громче похопали, тот и стал победителем. Вот так всё просто на всероссийском мероприятии? Я думал, так только на свадьбах. Ну, да, вот так. Даже не лайками и не репостами. Ну, там шумомер есть и как бы... Всё по-научному. Всё по-научному, да, действительно. А на свадьбах он в тамаду встроен сразу же. Да, это шумомер. Примерно, да, Саша. Если тамада глуховато, дело плохо. Так вот, я так понимаю, Данил выступал на Science On, кстати, он победил, мы ещё раз поздравляем, с проектом «Цифровая сертификация». Да, управление цифровой сертификацией. Это очень трудно звучит. Да, звучит как какое-то заклинание. Да, да, да. Что это? Саша, это вообще очень трудно звучит. Слаймскул выговорил, молодец. В этот момент ведущий просто, да, ушёл в себя и пропал. Ну, давайте с азов начинать. Что вообще это такое для чайников? Какую-то аналогию проведёте, образами какими-то нас накормите? Ну, окей. Смотрите, представьте, что я зашёл в клуб, ну, и как бы есть все люди, которые хотят туда попасть, но просто же желания не всегда хватает. Вот, и, ну, все люди, которые попали в клуб в итоге, это, скажем так, они прошли фейсконтроль, да? Да. И в цифровом мире так же происходит. Есть, скажем так, все люди, которые хотят подключиться к Wi-Fi, однако подключаются только клиенты. Вот, также есть охранник, который фейсконтролит, если так можно сказать, да? И в цифровом мире его бы назвали промежуточным центром сертификации. Вот он… Некий фильтр. Да, некий фильтр. Он выдаёт цифровые сертификаты, но это, по сути, право к доступу к информации. А по какому принципу он это делает? Ну, вообще… Кто первый, тот, того и тапки? Не-не-не-не, не кто первый, того и тапки, я чуть-чуть позже это объясню. Хорошо. Вот. Если охранник косячит, ну, например, проводит своего друга там по блату… А такое бывает в цифровом мире? Ну, тогда вообще, в принципе, в обычном мире, тогда прибегают строгие охранники, строгие начальники, увольняют своего работника, нанимают нового. Да, и также в цифровом мире есть головной центр сертификации, который, по сути, не проводит этот фейсконтроль… Который антикоррупционный. Да, но он при этом всё-таки решает некие главные организационные моменты. То есть, если что-то происходит, он тут как тут. Какие-то ошибочки исправляет? Да, какие-то ошибочки исправляет. Вот. В общем, цифровая сертификация используется вообще много где, да? Например, в мессенджерах. Один из таких мессенджеров, там, Telegram, WhatsApp и всё такое. И вообще, как бы, есть такое взаимоотношение клиент-сервер, да? И оно происходит как? Ну, представьте себе поезд из трёх вагонов. В третьем вагоне всегда есть сообщение, которое там… Вы кладёте и отправляете адресату. А первые два – это что? Это первые два, сейчас расскажу. Первые два закрываются на замки. И у каждого из нас есть два ключа – приватный и публичный. Ну, приватный, понятно, вы никому не даёте, а публичный вы раздаёте всем, каждому. Вот. И система устроена так, что если вы шкруете, ну, закрываете замок одним ключом, то открыть можно другим. То есть, закрываете публичным, открываете приватным. Ну, и наоборот. Вот. И, естественно, вы второй вагон… Зачем тогда их два, если можно… Сейчас расскажу. Никому не… Да, сейчас всё понятно станет. Первый… в третий вагон вы кладёте сообщение. Во второй вы берёте и закрываете своим приватным ключом. А первый вагон вы непосредственно закрываете публичным ключом адресата и отправляете этот поезд гулять. Когда поезд доезжает до своего получателя, он берёт свой приватный ключ, открывает первый вагон, потом берёт ваш публичный, открывает второй вагон и получает сообщение. И таким образом любой взломщик, там, любая государственная структура не может прочитать сообщение, если у них нет вашего приватного ключа, ну, приватного ключа адресата. И таким образом устроена вообще там вся безопасность в сети. Это такой очень простой, но действенный метод. Сейчас он используется везде. Но подождите, вы сказали, что ещё есть публичный ключ, которым тоже можно. Ну да, но если вы закрываете публичным, то открываете приватным. Таким образом, когда мы закрываем сначала публичным ключом человека, которому отправляем первый вагон, то открыть он может только своим приватным, а приватный есть только у него. Но я же ничего не выбираю, когда WhatsApp сообщение посылает. Ну, естественно, это как бы делает ваш смартфон. Это делает ваш смартфон и, в принципе, WhatsApp. Но я могу поменять что-то в настройках? К сожалению, выбора нет. Нет. Но это сделано для того, чтобы как бы таким образом ваша безопасность... Система сама думает, у кого какой ключ. Да. У вас они просто есть... Автоматическая коробка передач, Саша. У вас они есть и как бы есть. Вам больше ничего не надо знать. Вот так, да. Но это все равно хорошо, что вы пришли. Что нам не надо знать. Но мы пришли. Прервемся на рекламу, потом вернемся и продолжим. Напомню. Да. Между прочим, звезда у нас в гостях. Звезда. Победитель Science Slime School 2018 Данил Попов. И Данил в 10 классе учится. Ну, перешел только. Вот. Представляете? Молодой дарование. Представляете. И такие вещи уже рассказывает, которые... Ну, ладно, я зеленая. У Саши тут челюсть падает. Ничего в жизни такого. У меня тем более. Я не слышал такого. Между прочим, у Данила взял интервью сам... Как его? Ян Топлис. Вот так. Правда, наверное, никто из слушателей не знает. Что это? Но это очень крутой чувак. Он был Топлис? Очень много подписчиков. Вот это самое важное сейчас. Продолжаем говорить про то, что такое цифровая сертификация. И немножко Данил уже рассказал о том... Он провел аналогию через клуб. Как это все проходит в цифровом мире. Есть специальные фильтры, которые закрывают на ключи вашу информацию. Потом эти ключи сами открываются. И все это зашифровано, зашифровано. Никто другой не может прочитать. И вы даже сами не знаете, что там за ключи. Но факт остается фактом. Мы в безопасности. И другие примеры, кроме использования цифровой сертификации в мессенджерах, Данил сейчас еще расскажет. Да. Например, все мы решили организовать такую большую компанию, да? Но... Бизнес. Ну, бизнес, да. Вот у вас что по математике? У меня, ну, вообще четыре. Но я бы не сказала, что она очень честная. Хорошо. Ну, тогда вы были бы крутым бухгалтером. И у вас был бы уникальный доступ к информации, связанной с заработной платой, да? И при этом... По заработной плате у меня пять. Хорошо. Смотрите, но так сложилось, что мы все в Новосибирске живем, однако есть люди, которые там живут в других городах. В Владивосток, Москва, Ростов и другие. Ну да, Россия большая. Да, Россия достаточно большая, но при этом всем нам надо объединиться в одну сеть, то есть обмениваться данными. У нас будет междугородняя компания. Да, междугородняя компания. Всероссийская. Всероссийская, да. Федеральная. Да, но при этом нам нужно объединиться же в одну сеть, чтобы обмениваться данными безопасно. Ну да. И при этом как бы сохранять эту безопасность, чтобы никто и там извне не мог получить доступ к ней. Соцсети вы не рекомендуете использовать. Ну да, не особо как бы их легко взломать. Вот, для этого используется цифровая сертификация, то есть я могу вам выдать уникальные цифровые сертификаты, и вы просто будете подключаться в сеть, ну то есть нажимаете одну кнопочку, а там ваш компьютер и мой сервер, они сами там взаимодействуют, и там мой сервер определит, кто вы такая по этому цифровому сертификату, когда был сделан этот цифровой сертификат, и все-все-все прочее прочитать информацию. Мне кажется, я понимаю, к чему вы клоните. Это такие системы, которые выдают одноразовые пароли, да, для входа, вот эти? Ну, не особо. Не то? То есть вы можете иметь цифровой сертификат, ну я просто как там руководитель, да, вам выдаю цифровой сертификат, и вы просто его храните на компьютере, все. На любом компьютере или на конкретном, на одном только всегда? Ну, один цифровой сертификат, одна машина, как бы один компьютер. То есть он привязан будет к моему ноутбуку, как бы всегда, со смартфона там или с другого компьютера, и я уже не смогу. Да, со смартфона может быть другой цифровой сертификат. Ну, то есть таким образом вы можете там подключиться к сети, и при этом мы будем обмениваться данными совершенно безопасно. Вот. И это будет быстро, и никто извне не получит доступ к ней. Это очень круто вообще. И так пользуют, ну так делают большие компании. Однако есть небольшая проблемка вообще. Этим занимаются Google, Firefox и прочие там 40-40 признанных компаний. Но для начинающих там бизнесменов, для малого и среднего бизнеса это слишком далеко и слишком дорого. Поэтому... Такая система, чтобы создать вот такую сеть на компанию, это дорого стоит, да? Очень дорого стоит, чтобы там организовать там Wi-Fi только для сотрудников. Там вообще цифровая сертификация много где используется, да? И тогда там начинающие бизнесмены лезут в интернет и понимают, что ничего не понимают. Потому что это очень сложная тема. Ну да, они же бухгалтеры всё-таки не айтишники. Да. И, короче, происходит так, что они находят там всякие статьи, как это всё сделать, и понимают, что, блин, это всё... Вручную не получится. Надо делать вручную. Ну, то есть им предлагают делать это всё вручную. Ну, а как бы я это делал, это часа два занимает обычно. Да. Типа, о боже, как долго, так-то это столько денег стоит. Там два часа потратил, такой, о, блин, что долго. Ну, это как бы очень долго, потому что это примерно 15-20 минут на одного сотрудника. Как бы это много, если у нас там международная, междугородняя компания, да? И в этом надо разбираться, потому что если какая-то ошибка возникает, то нужно понимать, что... Тоже вручную всё искать. Что там вообще вылезло, да? Именно поэтому я такой, блин, надо написать скрипты, которые всё сделают за вас. Таким образом, вы просто берёте, качайте мои хорошие скрипты, которые всем нравятся. Не-не, это не реклама. Да-не, на самом деле ещё чуть-чуть не дописано. Вот. Хорошие скрипты чуть-чуть не дописано. Нет, там правда чуть-чуть осталось соединить. Чуть-чуть не считается, да нет, всё нормально. Но они всем понравятся, да. В общем, вы просто запускаете их, вводите там название своей компании, несколько там ещё данных, и всё делается само. Вылезает ошибка, скрипты её обработают. То есть, экономит время очень сильно. И мой папа там, как айтишник, сказал, что это блин очень круто, и у него с мамой там свой бизнес. Вы запатентовали? Нет, это невозможно. Уже поздно? Уже поздно, да. Уже там крупные компании этим занимаются, но я... Но для начинающих вы, в общем, простили работу. Да, я ориентируюсь на менее крупные компании, я скажу так. Ну, здорово, вы отобрали хлеб буквально у Google практически. Практически отобрал хлеб у Google. Ну и почему вы решили заниматься именно этим, так немножко в двух словах расскажите. Да, это было очень смешно. Я вообще, как бы, изучал язык Python, это язык программирования, очень крутой и современный. И папа подходит такой, Дань, слушай, блин, вообще задолбался это делать, давай сделаем. Я такой, да, конечно. И потом два месяца сидел, разбирался, что это такое. Очень весело было. Вообще-то я хотел стать гончаром, да? Ну, а вот подошел папа. Пришлось ему помочь. Пришлось ему помочь и что-то понеслось. Спасибо, Данил, более-менее стало понятно, особенно на примере с вагончиками и с клубом. Спасибо. Все, спасибо. Забавная история из жизни, как от всех гостей, сейчас будет от Данила. В общем, есть такие соревнования Junior Skills, вот, они считаются очень крутыми. Как WorldSkills, только Junior. Да, да. И, в общем, я был на компетенции технопредпринимательства. И там ты приходишь, ты не знаешь, что там будет, как бы тебе дают задание непосредственно там, которое надо решить за несколько часов. Ну и нам надо было придумать какие-то именные бейджики. Естественно, все команды просто пошли через обычный путь, просто делали бейджики и всё такое. Но я... Бумажки, стикеры. Да, бумажки, стикеры и всё прочее, но я как бы такой, блин, я так никогда не выиграю. И решил пойти необычным путём и сделал макет именных тапочек. Вот, то есть там были тапочки белые с чёрной надписью «Гость», и чёрные тапочки с белой надписью, ну, там это непосредственно именные. И посчитал экономику, оказалось, что очень выгодно, да ещё и... И удобно. Да, удобно, потому что там какое-то событие проходило в экспо-центре вроде как, да, и там непосредственно чисто как бы становится. То есть помыли и выдали тапочки. Сэкономили ещё. Сэкономили ещё, да, вообще всё. Выиграли? Да, нет, не выиграл. Заказчику всё очень понравилось, а вот одна судья завалила нас, к сожалению. Она просто завидовала, что не ей пришла в голову эта идея. Да. Ну что, в именных тапочках у нас в студии сегодня был победитель Science Slam School 2018 Даниил Попов. Спасибо вам ещё раз и поздравляем. Спасибо за просмотр!